Всем привет! Вчера подвязала свои тюльпаши. Смотрите, прям стоят-стоят. Они, кстати, очень долго держатся, а нет. Вот. Уже прям собирается облетать, но держит его вот этот листик зелененький. Ничего, пусть стоят. Они очень красивые, очень. Невероятные красоты и тюльпашики. Наши белые, розовые, ну невероятные. Правда, какая красота. Еще ничего не цветет, они уже вот красуются здесь. Не знаю, когда зацветут лилии, но зацветут, конечно, и самыми крайними. Осенью зацветают хризантемы. Так, ладно, я что хотела показать. Вот, вышла работать. Вышла посадить вот этот. Он уже земли тут очень мало ему. Вот, он уже засыхает. Посмотрите, ему корневую нужно посадить уже куда-нибудь, чтобы она углублялась. Вот называется этот цветок. Я не знаю, почему, по приколу, что ли, назвали так вот. Созвездие. Мое дело сперма. Короче, плохо видно. Дело сперма называется. Я забыла, он многолетник или однолетник. Я не помню, честное слово. Вот. А это гвоздика. Китайская? Нет, турецкая, кажется. Нет, или китайская. Китайская. Которую я черенковала. Вот, если кто помнит, вот так вот я ее рассаживала. Посмотрите, что выросло. Это караул прям. А вот тут ее маточник. Вот, маточник уже зацвел. Видно? Есть две. Короче, гвоздики у меня море. Сейчас пойду выбрасывать мусор. И что я хочу показать? Какую красоту. Так. Опять забыла. Опять забыла, как называются вот эти вот. Вот эти, почему? Под вебием побыстрелила. Короче, мышиные хвостики. Гиацинты? Нет, какие гиацинты? Да, на что я горожу. Так, это пузыреповодник. Соседка так постригла. Очень низко-низко. Он за целое лето, он отрастет. Вы не представляете, как. Так. Вот турецкая гвоздика. Да, турецкая. Она в этом году зацветет. Я ее сажала в прошлом году. Она тут пережила такое нашествие. Такое снега здесь было. Сколько много с дороги кидают. И трактором кидали снег. Ну, короче, пережила живучая. Очень-очень она живучая. Это чистотел. Здравствуйте, Сергей Петрович. С подъезда люди выходят. Вот, чистотел. Это я тоже выращивала. Должен быть красненьким. И что я хотела показать. Так, ну это я уже показывала, показывала. Вот, смотрите, какая красота. Сколько одуванчиков. И вот эта вся красота, ну не вся, конечно, естественно, полетит мне на клумбу. И вот борьба будет, конечно, неравная, я так думаю. Потому что их тысячи, миллионы, а я одна. Так, ну все, пошла на все выбрасывать. Потом буду работать. Посмотрите, какая шикарная корневая система наросла у той гвоздички, ну китайской, у которой я состригала, я ее посадила. Вот, в такой вот, я не знаю, что здесь было, майонез, не майонез, капустка какая-нибудь. Вот, и посмотрите. Видите? Вот, это я его, как сказать, черенковала. Смотрите, как она у меня уже наросла. Это вот ее материнский кустик. А этот кустик сидел вот в такой плошечке, бедненький. Конечно, если такая корневая система, такая шикарная, то нужно в следующий раз, если я буду семена собирать, потому что я навряд ли ее осмотрела, я не могу ее найти. Какая-то травянка продается, все такое. А вот это не продается почему-то. А, может быть, плохо искала, естественно. Так что вот так. Не знаю, даже вот думала, постричь ее, не постричь. Вот эта уже зацвела. Ее, в принципе, можно состричь, и она снова будет расти. Вот, видите, какая она длинная. Наверное, все-таки я ее сейчас подстригу немножко. Прям немножко, немножко она. Тем более сейчас должно быть тепло у нас в Подмосковье. Ну, должно же быть когда-нибудь тепло. Я думаю, что должно быть. Вот, так что вот, если у вас такая есть китайская гвоздичка, то ее нужно сажать, сеять в горшочек, хотя бы вот такой вот. Ну, маленький. Так, ладно, пошла работать дальше. А, ну вот, красота. Все-таки не выдержала, обрезала. Потому что длинное очень было. Так, взяла свой любимый укоренить. Опудрила, который я вот обрезала. И вот так вот. Ну, не очень глубоко, но и не очень высоко. И вот так вот земля после дождя пролитая. Шикарно. Еще можно пролить. Да и не буду, нет. Потому что дождь, это, как говорится, хлеб с маслом для любых растений. Вот, и сажаю ее все по принципу. Захочешь, будешь жить. А жить-то всем хочется, поверьте мне. Ну, всем, всему живому. Так, ну что, я думаю, что приживется. Приживет, приживет. Еще я решила сделать компотик такой. Ну, прям совсем, чуть-чуть, прям на конце палочки какой-нибудь. Потому что у меня вот такой опрыскиватель небольшой. Вот. Положу туда фертику люкс. Ну, это для рассады в основном. Ну, да. Ну, я не думаю, что я чем-то смогу навредить фертикой люкс своим цветам. В том числе и розам. Гумат плюс 7 йод и вот этот гуматик. Плюс микроэлементы. Гумат калия. То есть, вот эти гуматы, я так поняла, они разные. Да, разные. Гумат калия, это еще микроэлементы, это же вообще прелесть. И добавлю, наверное, вот эта вот защита от пустоцвета. Но так как розы уже выдали свои бутоны или же пустые, совсем все, слепыши. Ну, все равно, ничего страшного, я думаю, что не наврежу тоже, опять же. Так прям палочку совсем, прям чуть-чуть макну и разведу. Ну, гумат калия я сейчас сделаю. Почему? Потому что он должен настояться. Он же не сможет раствориться. Нужно его с вечера было замачивать, чтобы он полностью растворился. Вот. Сейчас на улице сделаю, потому что сейчас я все равно не могу ничего обрабатывать. Потому что у нас солнышко сегодня. Вот. Ну, куда же за тучку спряталась? Хотела показать солнышко. Прям такая радость. Ну, вот на асфальте. А, ну, вот здесь видно. Вот солнышко, солнышко, да. И поэтому брызгать по листве нельзя. Потому что та капелька воды, или чем я буду кормить, может превратиться как в линзу. Ну, маленькая капелька, да. И она сможет выжечь листик. И потом будут такие пятнышки коричневые. Или такие вот, знаете, во что превращается сено. Вот. Такое серое-серое будет. И не будете думать, а что это такое? А это вы и наделали. Поэтому ждем, пока солнышко зайдет. Вот посмотрите, видите, дождь недавно был. Вот асфериночка. Какая она веселая. Скажете, а как же после дождя? Ну, это все дождь же, это все же натуральное. Нету никакой кормежки, там никаких гуматиков. Зефери моя, боже, какая моя Зефери. Вы себе не представляете. Вот такое надо было купить. Вот мне. Вот такое чудовище надо было купить. В прошлом году она ничего не дала. Ну, никаких, я имею в виду, цветочков. Эх, может в этом году выкарабкается хоть чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, ничего, я жду. Ничего страшного. Так, вот она блестит вся. Аспириночка вся блестит, блестит, сверкает. Так, вот черпаши. Вот эти поздние, наверное, я так поняла. Позже они зацветают. И вот эти полосатые тоже, видите, они позже всех. Потому что, так, и черный тоже позже. Вот их надо было рассортировать. Ну, ладно, пусть будет вот такой почти черный. Вон как он сияет. А, вам видите, ладно, пойду гуматкали разводить. Зачем, скажете, зачем я это делаю? Я не знаю, но компотик не помешает. Вот я так думаю, что не помешает. Заняться мне нечем. Дома все переработала, переделала. Компотиками буду их поить, свои розочки. Так, ну что ж, солнце зашло за дом. Пошла компотиком обрабатывать. Вот, который компотик я сделала. Вот. Фоминтанс наша болеет. Конечно, нужно было ей ветки, которые двухгодовалые, нужно было все-таки обрезать. Вот она болела. Болела, короче, или нагнуть надо было ее. Вот, видно, есть такие вот лысые ветки. Здесь вот чуть-чуть немножко есть. Но все равно думаю, что болела. Ну, чуть-чуть ей компотика покормлю. В общем, совсем. Я думаю, что плохо ей от этого не будет. Так, ромашечка я ее сажала в этом году. И дельфиниум тоже в этом году. Тоже что-то кушать прям просит-просит. Вот смотрите, каким цветом. У меня на даче прям темные-темные дельфиниумы. Так, эти вот, эти вот, забыла, как называются. Ой, господи, боже. Так, колетистая розочка. Так, тоже не знаю, как ее зовут. Так, колокольчик побрызгаем. Ну, в основном у меня задача обработать розы. Все. В основном только розы. Остальные, я считаю, что очень хорошо выглядят. Вот хосточка. Вот так вот шикарно выглядит. Это молодая хоста. Новая я ее посадила осенью. Так, ну что ж. Пойду я обрабатывать, потому что, ну что тут снимать. То, что я как я брызгаю, конечно, нет. Вот так вот чурпанчики. Красота. Я, кажется, уже показывала, как эмульчирую крапивой. Клематис наш. Я его всегда, если нет крапивы, я его травой вот так вот, с серпом. Вот с серпом вот такую травку. Жену, или как правильно сказать. Вот собираю. Вот здесь крапива была постелена раньше. Вы знаете, все уже сожрали. Сожрал кто? Чаевички, жучки, всякие там. Всякие-всякие. Так, ну здесь красота особенная, конечно, не заводочки. Вот кто-то эмульчирует спамбондом. Кто-то эмульчирует агротекстиль. Ну, там агротекстиль и спамбонд. Ну, нужно знать, как ложить. Потому что есть одна сторона у него, которая воду отталкивает. А есть, которая пропускает. Ну, это сто процентов. Я видела, как дождик идет. И как это все отталкивается, если вы положите его именно этой стороной. И эмульчируем и агротекстиль, и спамбонд. Ну, и травкой, конечно, мульчируем. И гранитной крошкой мульчируем. Вот. Я мульчирую вот так. Посмотрите. Я не знаю. Конечно, запах ужасный. Если люди начнут жаловаться на меня, скажут, ты что творишь? Ты что вытворяешь? Но я хорошо пролила, опять же. Сейчас, 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 сейчас. Хорошо пролила перекисью водорода. Вот такая вот. И нашатырным спиртом. Конечно, я не хочу сказать, что ушел запах аммиак. Нашатырный спирт аммиак. Потому что у меня здесь вот лежало вот эти вот мешки. И знаете, нужно сюда еще пролить, вылить сюда, чтобы запаха не было. Говорят, что перекись водорода, если у вас в курятнике кто-то, ну, куры есть у кого-то, если пролить в курятнике перекисью водорода, ну, развести его с водой, естественно, то уходит запах. Я не знаю этого, конечно. Но, возможно, это правда. И вот, и вторая кломбочка. Вот такая вот гранитная крошка у меня. Представляете? Я представляю, если вороны сюда налетят, куры же едят, вот эту вот скорлупу свою, если вороны налетят и разнесут все это своими лапами, если они поднимают камушки и достают оттуда червяков, вы представляете, что здесь будет, если они разнесут мне мою гранитную крошку? Это будет капец. Вот так вот. Придется стоять целый день и отгонять ворон. Кстати, вороны летают даже ночью. Это я сама видела. Вот, так что вот так вот. И здесь я тоже исправила. Здесь у меня была рыжая скорлупа. Я сверху покрыла ее беленькой. Вот. Здесь я уже пролила. Пойду пролью еще то место, где лежала. Ой, кстати, у меня зацвела розочка первая, спрей роза, которую я покупала в этом году у Риты Норвенке. Я говорила, уже у нее пересорта не бывает. И правда, у нее пока пересорт не замечен. Забыла, как называется эта роза-спрейка. Какое-то двойное название. Красивая, необычная роза. Солнышко. Я ее сняла, колпак с нее коричневый был. И она, посмотрите, как покраснела. Внутри желтая, необычная розочка. Ну что ж, всем пока. Спасибо за просмотр. Пишите, что не так, что вы делаете, как вы эмульчируете, чтобы хосты не кушали улитки. Всем пока-пока.